Да нет, ты не понимаешь, я вот вообще-вообще не умею. Я говорю, да я понимаю. Они могут быть связаны с деньгами, они могут быть связаны с отношениями. С вот этим всем антуражем. Когда вы перекладываете ответственность на будущее, вы снимаете ответственность с себя. Чуть больше уже за рамками искусства. Я люблю себя. Хочу пригласить вас на мастер-класс «Моя планета». Это синтез живописи и астрологии. И мы будем писать картину и вкладывать в нее правильные установки. Часто я сталкивалась с фразой. Лер, ну ты понимаешь, я-то вообще не умею. Говорю, да я понимаю. Да нет, ты не понимаешь, я вот вообще-вообще не умею. Говорю, да я понимаю. Да нет, ты не понимаешь, я вообще в садике последний раз кисточку держала. И таких на самом деле большинство. Но радует сегодня то, что люди идут вот навстречу каким-то даже своим супер страшным вещам. Это действительно реально страшно. Попробовать себя там, где ты думаешь, что ты вообще ноль полный. Когда действительно находишь какую-то такую родственную душу, близкую тебе, попадаешь в это состояние потока, рождаются какие-то крутые действительно проекты и идеи. Основная задача моя, как художника, дать людям вот этот вот инструмент, чтобы они научились действительно кайфовать и наслаждаться любым процессом. На сегодняшнем мастер-классе живописным и уже в жизнь унести это умение с собой и наслаждаться, и любить все, к чему они прикасаются. И прикасаться к тому, что они любят. Наша задача максимально гармонично помочь человеку в развитии его, в будущем. Для того, чтобы он реализовал, ну и как это модно говорить, проживал лучшую версию себя. Соответственно, творчество это тот процесс, который работает напрямую не с нашим сознанием, а с более глубинными слоями. Каждый творец. И, к сожалению, нам в школе об этом просто не рассказали, не показали алгоритм действий. А каждый из тех, кто ко мне приходил за последние 6 лет, он может создавать вообще очень крутые и академические вещи в том числе. Стоит ему получить набор правил, как пользоваться краской, как видеть формы. Это легко дано каждому человеку. И процесс совершенно реальный для каждого. Когда мы подключаем творческий процесс, мы уже погружаемся на более глубинные слои. А когда мы еще, допустим, берем данные человека, смотрим его слабые места, в частности, здесь, мы смотрим бессознательные установки, которые заложены в карте человека. Они могут быть связаны с деньгами, они могут быть связаны с отношениями. То есть это абсолютно у всех разных. Когда мы закладываем, мы перепрошиваем вот эту бессознательную установку, мы закладываем ее в картину, мы создаем своими руками артефакт. То есть очень мощный по своей энергии, по своей силе такая вещь, да, которая будет служить таким и символом начала чего-то нового, да. То есть мы закладываем нужные установки, мы меняем и переписываем программу. Мы работаем сегодня в стиле абстракция. Я завожу людей в маленькую игру с кисточками, с красками, с этим всем антуражем. И моя задача создать действительно комфортную атмосферу для того, чтобы мы не боялись самовыражаться. И когда вот это вот случается, этот поток, когда мы еще друг друга здесь усиливаем, действительно получается крутая история. И она получается очень ценной с точки зрения живописи, да, ну абстрактной живописи в нашем сегодняшнем случае. У нас очень много установок, которые мы взяли как в сознательном, так и в бессознательном возрасте. Очень часто бывают успешные люди, которые интуитивно чувствуют свою натальную карту, да, то есть они действительно как-то попадают в вот это состояние потока. Очень многие, допустим, имеют финансовое счастье, да, там изобилие, но не имеют какого-то личного счастья. Многие имеют личную жизнь, но это не равно личное счастье, да. То есть здесь очень много таких нюансов. Зависит, конечно, и от того, насколько человеку заложен, и очень многое зависит от осознанности человека. То есть от выбора в моменте того, что ты сейчас выберешь сказать, подумать, сделать, от этого полностью формируется твое будущее. Я бы даже сказала еще какое-то время назад, люди к этому скептически относились, не то, что к развлечениям. Но тут вообще хочется немножечко обратиться к поколениям наших бабушек. И в их времена люди были нацелены на выживание. Наши родители, они пытались вылезти вот из этой системы и просто что-то попытаться дать, создать какое-то, хоть какое-то изобилие, да, финансовое благополучие для своих детей, для себя. Наши поколения — это эра Водолея, да, и мы имеем возможность прийти не только к тому, чтобы выживать и обеспечивать себя, но и к тому, чтобы наслаждаться жизнью всецело. Я радуюсь от того, что очень много людей нацелены на саморазвитие, самопознание. И не только какими-то привычными для нас путями, да, и вариантами, но и работой с бессознательным. Это очень важно, и это действительно крутой рабочий процесс, который лично меня выводит на новые уровни жизни. Очень хорошо работать, когда человек готов к тому, чтобы работать. Он говорит, мне мешает, допустим, что-то жить, не могу понять, что, потому что мы же все сознанием это понимаем, да, а очень многое мы на уровне подсознания, бессознательного, связываемся с какими-то людьми, да, вступаем в отношения ненужные, нам бы казалось. То есть иногда многие винят там родителей правительства, то есть тем самым опять же снимая с себя ответственность. Но к определенному возрасту очень многие люди приходят и понимают, что ответственность на мне, а дальше что с этим делать, я не знаю, да. То есть вот здесь начинается самое интересное, работа, это на самом деле очень мощная трансформация человеческого пути. Мы действительно очень сильно обусловлены и генетическими, историческими установками, да, вот это коллективное, бессознательное очень сильно на сегодня на нас влияет. Очень хочется сегодня убрать бесконечное количество голосов из каждого участника нашего процесса и позволить людям чувствовать свое сердце и идти за своими эмоциями, чувствами и становиться все ближе и ближе к себе. Для того, чтобы твоя жизнь начала меняться, нужно начинать делать что-то новое, то есть не то, что ты делал вчера. Есть даже практики привычек, да, когда ты вводишь новые привычки, три, на разных уровнях, там на физике, там на пищевом уровне, и у тебя начинают уже новые паттерны складываться твоего поведения, новые события. Соответственно, событийность меняется, исходя из того, что ты делаешь сейчас. В сегодняшнем мастер-классе, наверное, чуть больше уже за рамками искусства, но и я не перестаю вообще повторять любимейшую фразу Пабло Пикассо, который говорил, «Мне потребовалось 4 года, чтобы научиться писать, как Рафаэль, и вся жизнь, чтобы научиться писать, как ребенок». Лера говорит очень правильные слова, да, почувствуйте, да, что вам откликается, то есть это действительно по энергии очень мощное, вот это прям мне очень нравится слово «артефакт», который мы создаем своими руками. Но это будет толчок, да, то есть кто-то что-то услышит, плюс, допустим, люди, которые пишут картины, они приходят, я им объясняю, почему это планета, почему, как ее прорабатывать, как она мешает, то есть они получают там ответы на свои вопросы, и вот это уже начинается, с этого можно, так скажем, начать какой-то новый отчет. И изучая историю искусства и великих творцов, таких как Сальвадор Дали, Рене Магрид, вы тоже сможете увидеть, что все эти люди действительно так или иначе обращались к эзотерике, а рано или поздно это приходило к психологии, к сознательному и бессознательному. И вообще, наверное, все великие творцы, не только живописцы, они были слегка предсказателями, и их картины и произведения искусства действительно влияют до сих пор на массы. Перемены приходят в жизнь человека тогда, когда он к этому готов. И если человек готов, у него начинает и поступать информация. Когда человек решает работать над собой, изменить свою жизнь, конечно, здесь очень здорово обратиться к любому специалисту, это может быть астролог, это может быть нумеролог, кому что откликается. Я здесь всегда оставляю такое поле для выбора, чтобы это был именно такой отклик, получил конкретный специалист. Какими бы ни были объяснения наших успехов или неудач, какой бы теории ни придерживался каждый из нас, быть причастным к творчеству – это всегда положительный опыт. А время, проведенное в компании людей, которые стремятся улучшать себя и свою жизнь, создавая красоту, по праву может считаться счастливым.